В прошлом году в ДНР впервые прошел республиканский турнир по дворовому футболу на кубок Дениса Пушилина. В нем приняли участие около 300 команд, в составе которых играли более 3000 участников. Тогда победителями стали сборные Донецкой Макеевки. Уже скоро, 2 августа, в республике стартует второй по счету турнир. Матчи пройдут при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма, Футбольного союза ДНР, а также Всероссийской политической партии «Единая Россия». Турнир по дворовому футболу на кубок Дениса Пушилина пройдет во всех городах и районах республики. В состязаниях смогут принять участие дети и взрослые. Регистрация, отмечают организаторы, продлится до 1 августа. Заявки принимаются как в онлайн-формате по почте, так и в общественных приемных движения Донецкая Республика. Турнир по дворовому футболу – это социальный проект, направленный на популяризацию спорта и активного здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Очень важно, что соревнования проходят в дни летних каникул, и у нас, взрослых, есть возможность оторвать ребят от компьютеров, обеспечить им интересное времяпровождение на футбольных площадках и приобщить к активному отдыху. В футбольном турнире на кубок Дениса Пушилина смогут принять участие самые обычные ребята, которые любят футбол. Турнир пройдет в три этапа. Первый станет отборочным. Во втором примут участие победители предыдущего. По четыре команды от каждой из восьми зон – Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Иловайска, Старобешевского и Амросевского районов. Игры пройдут по круговой системе с 12 по 19 августа. Не буду допускаться, и мы жестко будем это отслеживать. Команды детско-юнерской спортивной школы и команды взрослых, которые играют в чемпионатах как по футболу, так и по мини-футболу. Это не значит, что игроки, дети, которые занимаются в детско-юнерской спортивной школах, не имеют права участвовать в турнире. Нет, они не имеют права участвовать, если они живут в определенном микрорайоне, квартале или поселке. Они, наоборот, должны взять на себя больше инициативу, организовать детей вокруг себя. Те, которые не занимаются вообще спортом, а любят футбол по каким-то причинам, да, они пришли до секции. Либо дети, которые занимаются другими видами спорта, ну, в душе где-то в свободное время, также любят и готовы поиграть в футбол. Третий финальный этап состоится в Донецке 21 августа. В нем сыграют команды, занявшие первые места в своих подгруппах. Для победителей организаторы подготовили памятные подарки, в том числе и спортинвентарь.